А, 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 Ахо, Родью Анжелика Итак Анжелика начала собираться в дорогу. Орданс и Матлон, ползуящие от Раимона Контра, должны были в плоти завести своих сестер к Курсовикам. А сами отправиться к Амадахам Исуитам, которые слыли отличными воспитателями. Наберевались было выключить в этот список отъезжающих 9-летнего Дэни, но тут уж спунтовался кормилица. Сначала на нее навалили 9 детей, теперь хотят собрать сразу всех. Нет, так нельзя бросаться из одной крайности в другую, но в этой поведении остался. Оставился вместе с Марианье Сальпиро и младшим семье, которую называли просто Бебе, заполнять доски Фонтини Лусье. Однако за несколько дней до отъезда одно происшествие чуть не изменило судьбу Анжелики. В сентябрьский утром барон де Сенсей вернулся из замок Акклюзии, крайне возбужденный. «Анжелика!» – крикнул он, молодец к стену, где поджидала его. Собралась уже вся семья, чтобы сесть за стол. «Анжелика-то здесь?» «Это отец!» Он критически осмотрел свою дочь, которая за последние месяцы сильно вытянулась и теперь ходила с чистыми руками, аккуратно причесанная. По всеобщему мнению, Анжелика наконец-то опросумилась. «Ну что ж, ничего!» – словно про себя проповедовал баронный, протившись к стене, сказал. «Представьте себе, маркиз Дейклеси только что прибыл в замок со всеми чадами и домочадцами, с маркизой и сыном, пожарами, слугами и царней. У них именитый гость, принц Кандэ со своей свитой. Я столкнулся там с ними, и это меня даже несколько огорчило, но мой казан провел по отношению ко мне крайнюю любезность. Подозвал меня, справился о вас, и знаете, о чем попросил привезти к нему Анжелику, чтобы она заменила одну из фрейлин маркизы. Маркизе пришлось оставить в Париже почти всех девушек, которые еще причесывают, развлекают и играют ей на людне. Она очень восподоражена приездом принца Кандэ, и она уверяет просто необходимо в помощь миловидной девушке. «А почему Анжелика, а не меня с вызовом воскрепленного ртанта?» «Потому что он сказал миловидные, без обедников отрезал отец. Однако верить маркиз нашел, что и у меня тонкий ум. А маркиза желает видеть вокруг себя хорошенькие мордочки. «Это уж слишком!» – воскликнула ртанц, и бросилась к сестре с янным намерением отцарапать ей лицо. Анжелика предвидел маневр сестры. Проворно увернулась. С бьющимся сердцем поднялась она на большую комнату, где жила теперь только вдвоем с мотлом. В окно она окликнула мальчик с лукой, приказая ему принести бедро в этой таз. Она тщательно вымылась и долго расчесывала щетку своей прекрасной волосы, которая не спадала ей на плечи щелковидной бельяной. Чудушка Кюльшеви поднялась к ней и принесла самое лучшее платье из тех, что Анжелики шили для монастыря. Анжелика восторгалась ими, хотя было оно довольно тускло серого цвета. Но зато она ушита из новой материи, специально купленной у известного сукончика Меаи. И это оживляет белого родника. Это было ее первое длинное платье. Надевая его, она даже пританцовывала от радости. Чудушка Кюльшеви в умилении сложила ладони. «Маленькая моя Анжелика, до тебя там примутся взрослую девушку. Может тебе сделать настоящую прическу?» Но Анжелика отказалась. Женское чутье подсказало ей, что ей следует скрывать под пудро свое единственное украшение. Она села на гнедого красавца мула, которого отец приказал оседлать для нее, и вместе с бароном отправилась в замок Теплюсси. Замок пробудился от своего зачарованного сна, когда барон с дочерью оставил мула и коня и малины. Шли по главной холлее. На встрече им ненеслась музыка. На лужайках резвились длинноманки борзые и маленькие грехоны. Синьоры в локонах и дамы, из переливающихся всеми цветами радуги платьев, прогуливались по аллеям. Некоторые из них с уделением поглядывали на жалкого дворянчика в темное одежде из круглого сукна и девочку-подростка в платье монастырской воспитанницы. «Одета нелепо, но хорошенькая», — заметила одна из дам, обмахиваясь в веер. «Уж не обомнили и не говорят», — подумала Анжелика. «Но о чем же нелепо она одета?» Анжелика внимательно катила в яркий роскошный туалет, украшенный кружевами, а ее серое платье вдруг показалось ей неуместным здесь. Парон Арман не разделял уснащение дочери. Все его мысли были поглощены предстоящим разговором, о котором он собирался опросить маркиза де Плюсе, добиться отмена налога на четверть будущего добурного и четверть добытого свинца. Для такого знатного родного дворянина, как Парон де Ридуэ де Санце де Монтелло, наверняка не составит труда. Но обнищающий дворянин понимал лишь одно. Живя вдали от двора, он стал похож на постулу Вилана. И сейчас все эти господа в наполденьях локонах с блоковым дыханием из их шаманной полденья шло миливо. Да, помнится, при Лутовике тринадцатом всячески подчеркивались простота и суровость нравов. Разве не сам король шокирует слишком большим декритериумом, красавица из плоти без всяких церемоний плюнул в этот нескромный и соблазнительный феррис? Арман де Санце лично был свидетелем знаменитого королевского плевка и теперь пробирался с Анжеликой сквозь эту разряженную толпу, с грустью вспоминая о былых временах. С невысокого помоста доносились нежные и клинительные звуки. Там сидели музыканты с рыльями, людьми, габоями и флейтами. В большой зеркальной зале танцевал молодежь. Анжелика подумала, что может среди танцующих находится ее кузен Филипп. Тем временем барон де Санце добрался до последнего зала и, сняв видавшую виды шляпу, жалким пером склонился на почтительную поклонь. Это больно кольнула Анжелику. При нашей бедности было бы вместе с ней вести себя не надменно, подумала она. И вместо того, чтобы перестеть в глубоком реверансе, который тетушка Бельше заставляла ее повторять трижды, она застыла, как деревянная кукла, устремив взгляд в пространство. Она почти не различала лица окружающих, их словно окутывал в туман, но она знала, что, глядя на нее, каждый с трудом сдерживается, чтобы не хихикнуть. Когда лаке объявил мессир барон де Ридуэ де Санце де Монтво, наступило внезапное молчание, прерываемое лишь приглушенными смешками. Прикрытое вверем лицо маркиза де Плюси стало пунцом, а в глазах заискрило сдержанное веселье. Маркиз де Плюси спас положение прилив, поспешил к барону. «Дорогой кузен», — кричал он, — «как любезно с вашей стороны, что вы столь быстро откликнулись на наше приглашение. Вы привезли с собой вашу очаровательную дочь, Анжелика, вы еще больше похорошили с тех пор, как я видела вас. Разве не так?» И, повернувшись к своей жене, он спросил, «Не правда ли она похожа на ангела?» «Сущий ангел», — согласилась маркиза, — «Которая уже удалось взять себя в руки. Если не ее приодеть, она будет просто божественна. Душенька, сядьте на этот табурет, чтобы могли налюбоваться вами в свое удовольствие». «Дорогой кузен», — сказал Армандо Сэнсэ, и его хрипловатый голос странно прозвучал в этом жманном салоне. «Я хотел бы неотлагательно побеседовать сегодня о важных делах». Баркиз изумленно поднял брови. «Вот как я вас слушаю». «Простите, но это сугубо», — «Пройдемся ко мне в кабинет. Сударине, извините нас, мы скоро вернемся». Анжелика осталась одна на своем табурете под перегрестными взглядами окружающих ее дам. Она постепенно справилась с обладевшими ее поначалом мучительным волнением. Теперь она уже ясно различала лица вокруг. Большинство дам были ей незнакомы, но рядом с Баркизой она увидела очень красивую женщину, которая узнала, поделась нежной с первом утром на климат шеи. Графиня Анте Ришвили вспомнила Анжелика. Глядя на расшитое золотом и усеянным бриллиантами шемизиткое платье, графиня Анжелика особенно ясно почувствовала, насколько уродливое ее серое платье. Все дамы сверкали с ног до головы. На койзе у них болтались разные безделушки, зеркальца, черепаховые гребни, бомбиньорки, часики. Нет, она Анжелика никогда не будет одета так роскошно. Никогда не сумеет так высокомерно смотреть на других, разговаривать таким тоненьким, как и длинным голоском. Точно во рту у тебя леденец. — Дорогая, — прошептала Настя, — у нее уже прелестные волосы, но они не знали настоящего ухода. А кровь для пятнадцати лет чересчур мало, но, милая моя, ей только-только тринадцать. Если вы желаете знать мое мнение Андрея, то прямо скажу, ее уже не обтяжать, что ему выставлено продажу что-либо, думала Анжелика. Она была так поражена, что даже не слишком оскорбилась, как хотите, но у нее зеленые глаза, — воскликнула графиня-дорожитель. А зеленые глаза, как и саморуд, приносят несчастье. — Это же такой необычный цвет, — возразила другая дама. — Но они лишены обаяния. Посмотрите, какой холодный взгляд у этой девочки. — Нет, правая, я не терплю зеленые глаза. — Неужели они обженят единственное богатство — волосы и глаза, — думала девочка. — Конечно, сударинь, — неожиданно сказала она вслух. — Спор у нее это голубые глаза и настоятельный лес. Голубатство нежнее и приносит вам счастье, — утиши добавила она. Наступила мертвая тишина. Несколько дам приснули. Со смехом тут же замолкли, все растерянно переглядывали, и словно не верили, что такие слова смогла произнести эта сидевшая с невзбутимым видом девочка. Краска залила лицо и доза шею графини Ришвили. — Да, я же ее знаю, — воскликнула она тут же от осады прикусила губу. Все вызывления ее ставились на Анжелику. Маркиза де Крусси, славящаяся своим злоязычием, снова прикрыла лицо веером, скрывая насмешливую улыбку. Но теперь уже она прятала ее от соседки. — Филипп, Филипп! — позвала она, чтобы выйти из неловкого положения. — Где мой сын, мессир де Бар? Будьте так добры, пригласите сюда полковника. И когда 16-летний полковник явился, Маркиза сказала, — Филипп, это твоя казина де Сансемпре. Проводи ее к танцам. В обществе молодых людей ей будет веселее, чем с нами. Не дожидаясь приглашения кузена, Анжелика встала. В сердце ее отчаянно заколотилось, и она обозлилась на себя за это. Юна сеньор смотрел на мать в нескрываемом возмущении. — Как оказалось, — говорил он, — — Как осмеливаетесь вы навязывать мне так дурно одетую девчонку. Но, видимо, по выражению лиц, находящихся в гостиной, да, он понял, что здесь произошла какая-то неловкость, и, притянув Анжелике руку, процедив сквозь зубы. — Идемте, кузина. Она вложила в его открытую ладонь свои маленькие пальчики, о красоте которых она даже не подозревала. Филипп молча довела ее до входа в галерею, где Бажана была молодым сеньором. Его возраста было разрешено развиться в свое удовольствие. — Раступитесь, раступитесь! — неожиданно крикнул юный маркиз. — Друзья, представляю вам мою кузину, баронессу унылого платья. Раздался дружный хохот. Их окружили молодые люди, бажи, были в туглях, на высоких каблуках, в коротких древних штанах с буфами, из-под которых смешно торчали длинные тущие ноги. Все они показались Анжелике похожими на цапель. В общем-то, я в своем умелом платье выгляжу не смешнее, чем они с этими тыквами вокруг бедер, подумала Анжелика. Она бы, пожалуй, охотно поступила своим самолюбием, лишь бы побыть еще рядом с Филиппом. Но один из подростков спросил «Вы умеете танцевать, мадемуазет?» Немного. Правда, какие танцы? «Ура-буре, рига, да он умеет ходить хоровод!» Ее слова вызвали новый взрыв хохота. «Ха-ха-ха!» «Филипп, что за птицу ты нам привел?» «А ну-ка, миссир, давайте тянуть шеребий!» «Кто будет танцевать с этой пастушкой?» «Если бить или буря...» Анжелика выдернула свои руки из рук Филиппа и бросилась прочь. Она прошла через большие залы и снова, где сноваались луки и толпили синьоры, через холл с мозаичным полом, где на бархатных постелах спали собаки. Она искала отца, изо всех сил удерживая слезы. Все это пустяки, надо забыть об этом, как о нелепом, кошмарном сне. Перепелке не следует вылетать из своей чащи. Вспомнив наставления тети Бельшери, которым она все же прислушивалась, Анжелика твердила про себя, что наказана по делу, что незачем было из пустого тщеславия соблазняться лестным на первый взгляд предложением маркиза этой плюзи. Наконец она услышала обронзительный голос маркиза, доносившись из маленькой комнаты, расположенной в стороне других. Ничего подобного, ничего подобного, мой бедный друг, вы совершенно не в курсе дела. С окруженным домом говорил маркиз, вы напрасно воображаете, что нам, дворянам, а у нас столько расходов, легко получить льготы. К тому же, ни я, ни Крид Скандэ не в состоянии освободить вас от налогов. Я вас прошу лишь замолвить за меня словечко перед суперинтендантом финансовым миссиром Детреманом, ведь вы лично знакомы с ним. А дело не лишено интереса и для него. Я прошу освободить меня от налогов и всех подорожных кошлин только при перевозке товара с плату до побережья. И прошу, кстати, сделать это исключение только для четверти своих молов и добытого свинца. В возмещении военное интендентство короля оставляют за собой право купить остальных молов по рыночной цене, а королевская казна получит возможность приобретать свинец и серебро по официальному курсу. А ведь государству выгоднее иметь нескольких надежных поставщиков различных товаров у себя в здании, чем возить эти товары из-за границы. У меня, к примеру, для тяги пушек есть великолепные молы, крепкие и сильные. От ваших слов разит навозом и потом возмущенный воскликнул маркиз, прескливым жестом поднося руку к носу. И знаете, я не повручусь, что, занимаясь такого рода делами, которые, простите мое, откровенно сильно смахивают на торговлю, вы не унижаете своего звания дворянина. Торговля это или нет, нам не надо жить. Отрезала Мандеса с отвертым голосом, что весьма обрадовало Анжелику. А мне, ускликнул маркиз, стымая руки к нему, вы думаете, мне легко жить и все же смею заверить, никогда не опорочуя своего дворянского знания, никаким неизменным занятием. Ваши доходы неисправимы с моими, не сравнимы с моими кузем. Собственно говоря, я нищий и для короля, который отказывает мне в помощи, и для ростовщиков из Нью-Йорка, которые заживо ширают меня. Знаю, знаю, дорогой Арман, но вы когда-нибудь задумывались над тем, как я, будучи придворным, занимая две важные должности при короле, свожу концы с концами? Убежден, что нет, но между тем, как будет вам известно, мои расходы неизменно превышают доходы. Я отношу всегда естественные доходы от моего имения в лесе и доходы от имения моей жены в Турине, а также те примерно 40 тысяч ливур, которые мне приносят моя должность коммеркира, короля и полковника по адвенской бригады, что в среднем составляет 1160 в год. Я был доволен, что я десятой частью ставил барон терпения, мой деревенский кузен. Да у меня 160 тысяч ливров дохода, но поймите, что расходы моей жены, полк моего сына, особняк в Париж, за дом, который я снимаю в фантабол, переезды вместе с двором в его скиданиях, проценты, которые надо погашать по различным займам, приемы, гардероб, экипаж, прислуга и прочее, все это обходится мне в 300 тысяч ливров. Иными словами, у вас ежегодно не хватает примерно 150 тысяч. Вы столько, что с вами убедились в этом, дорогой кузен, и если я позволил себе изложить вам эти утомительные подробности, то лишь за тем, чтобы вы поняли меня, почему в данный момент я не могу обратиться с претендантом финансовым месье Ветеримон. Но вы же знакомы с ним лично? Знакомы. Но больше с ним не встречаюсь. Я уже устал повторять вам, что месье Ветеримон оставил верен, остался верен королю Регенджей, да, и даже готов просветить себя Мазарини. Посветить себя Мазарини. Ну что ж, как раз. Как раз по этой причине мы с ним больше не встречаемся. Разве вы не знаете, что принц Канде, которому я предан до конца, в ссоре со двором? Откуда ж мне знать? Ответил условленный Ормандо Санце. Ведь когда мы виделись с вами несколько месяцев назад, у Регенджей не было более верно услуги, чем принц Канде. Да, но с тех пор много водой текло, с досадом вдохнуло в оркесте Плюзи. Я не стану пересказывать вам здесь всю историю в подробностях, но знаете только одно, если королева, оба ее сына и этот дьявол в Красной Мантии смогли вернуться в Луру, в Париж, то лишь благодаря принцу Канде, но вместо благодарности с этим великим человеком обращаются самым недостойным образом. Вот уже несколько недель, как между ними произошел полный разрыв, а сейчас Испания сделала принцу весьма замечательное предложение. И он приехал ко мне, чтобы разобраться, имеют ли они под собой реальную почву и продолжение со стороны Испании. Переспросил барон. Да, и представьте себе, только дайте слово дворянина, что это останется между нами. Король Филипп IV идет даже, как такой шаг предлагает нашему прославленному полководцу, а также эмиссирует по 10-тысячной армии каждому. Для чего? Для того, чтобы ограничить власть Иргенши и, главным образом, власть этого вора-кардинала. Принц Иканде по главе Испанской армии войдет в Париж, и Гастон Орлеанский и брат короля, брат покойного Людовика XIII зайдет на престол. Монархия будет спасена и, наконец, избавлена от женщин, детей и чустранца, который бесчестит ее. А что в свете этих прекрасных перспектив, по-вашему, должен делать я? Что привести в такой образ жизни, о каком я вам говорил сейчас? Я не могу делать ставку на то, кто обречен на поражение. Народ проломен двор, все ненавидят Мазарини, а королевы продолжают за него цепляться и никогда от него не откажутся. Просто невозможно описать, какое жалкое существование в учет последние два года двор и малолетний король. Они живут, как цыгане, бесконечный бег с возвращения, ссоры, войны и так без конца. Все имеет свои пределы. Дело малолетнего короля Людовика XIV проиграна. И добавлю еще, что дочь, Гастона Орлеанского, герцогина Демен-Панси, вы знаете эту высокую шумную девицу, ярая сторонница фронта. Год назад уже сражалась на стороне бунтовщиков, и теперь снова рвется в бой. Моя жена обожает ее, и та платит ей тем же, но она, в сей раз, я не допущу, что мы с Алисой оказались в разных лагерях. Перебояситься голубым шарфом, воткнуть ляпу. Голос вроде бы не так уж страшно, если подобные разногласия не приведут к другим разногласиям между супругами. «Но неужели вы хотите сказать, что Мессир де Тюрини тоже растерянно пробормотал Армандо Солнце? Подумаешь, Мессир де Тюрини, Мессир де Тюрини, он такой же, как и все, тоже не любит, когда недооценивает его заслуги. Он просил, чтобы ему пожаловали себя. Ему отказали. Как и следовало ожидать, он разгневался. Даже ходят слухи, что он уже принял предложение испанского короля, принца Канде, под более осмотрителем. Он не следует, не сделает такого шага, пока не получит известие от своей сестры, герцогини де Алангвиль, которая отправилась вместе с принцессой Канде и поднимает на борьбу Нормандию. Нам надо вам сказать, что здесь находится герцогиня де Пафора, к чарам которой неравнодушен наш великий герой, поэтому на сей раз он не так уж и рвется в бой. И вы его, конечно, извините, когда увидите эту богинию. У нее такая же нежная кожа, дорогой мой. Анжелика, которая стояла прислонясь к стене, заметила издалека котец, достала головный платок и вытер глаз на лоб. Ничего он не добьется, подумала она, и у нее сжалось сердце, что и до наших мулов и нашего свинца с серебром. Сердце ее разрывалось от жалости к отцу. Не в силу больше слушать, она выбежала в окутанные голубыми смерками парк. Из окон гостины, словно перекликались, доносили звуки скрипок и гидар. Цепочка лакеев пронесла канделябры. Другие слуги, забравшись на табурет, зажигали свечи и бра, висящих у зеркал, в которых держало пламя. «Подумать только», – размышляла Анжелика, медленно придя по аллеям парка. «Подумать только», – бедный папа потерял покой из-за того, что Малин собирается претать в Испании, с которыми воюем несколько новых. Он считает это предательством, а вот принцам все безразлично, хотя они-то и пользуются милостями двора. Неужели они и правда собираются воевать против короля? Анжелика обошла замок и оказалась у той стены, на которую она когда-то не раз залезала, чтобы полюбоваться сокровищами волшебной комнаты. Здесь было пустынно, потому что даже парочки, не боявшись вечернего тумана какого-то особенного промозглого в этот осенний день, предпочитали прогуливаться по лужайкам перед замком. Привычным движением Анжелика скинула туфель, несмотря на свое длинное платье, проворно залезла на корни второго этажа. Уже совсем стемнело, и вряд ли кто-нибудь, проходя мимо, мог заметить девочку, тем более, что она укрылась в тени башенки, на украшенную правой крылосом. Окно комнаты оказалось открыто. Анжелика заглянула туда, в комнате с золотистым огоньком горел ночник, и Анжелика поняла, что наконец-то здесь кто-то живет. Сейчас, при свете ночника, прекрасная мебель и ковры казались еще таинственнее, словно снежинки поплескивали перламутровые инклустации нашей фанерки красного дерева. Анжелика взглянула в ту сторону, где стояла высокая кровать, покрытая камчатом одеялом, и ей вдруг почудилась, будто картина, изображавшая боков и жила. На кровати среди скомканных простыней со свисавшими полукружевами билели два обнаженных тела. Они так крепко сжимали два друга в объятиях, что Анжелика подумала, что это борются подростки. Два бесстыдно-трасливых пожара, и только потом она сообразила, что перед ней мужчина и женщина. Темный лопинный мужчина закрывала лицо женщины, а своим длинным телом он, казалось, хотел совсем разблющить ее. Однако мужчина двигался медленно и ритмично с каким-то сладострастным упорством, и в колебающемся свете ночника видно было, как напряглись все его великолепные мускулы. Ох, мрак скрывала женщина. Анжелика различала лишь согнутую тонкую ногу, прижатую к бедру мужчины, грудь под мужской ладонью и тупелую руку, которая прохала легко, словно бабочка. Почти машинально лаская мужское тело, а потом вдруг расслабленно падала, свисая с постели, и до Анжелики доносился глубокий стон. В те мгновения, когда наступила тишина, Анжелика слышала их, слившись в единое дыхание. Оно становилось все чаще, напоминая порывы сноюного ветра. Потом вдруг снова наступал, затишиваясь снова, среди ночи расставался с жалом на стон женщины, и рука, словно срезанный цветок, бессильно падала на белую простыню. Анжелика была до поли потрясена, и в то же время словно колдована этим звелищем. Она столько раз любовалась картиной, изображающей Олимп, столько раз убивалась красотой открывшейся ей мира, вспомненного какого-то страстного величественного порыва, что в конце концов сцена, которую она сейчас наблюдала, из мозга, который ей был ясен, как всякой девочке, ловившейся по аналоне природы, показалась ей прекрасной. Так вот она, какая любовь, думала Анжелика, и по ее телу пробегала дрожь ужаса и восторга. Наконец любовники разжали объятия, теперь они отдыхали, лежа рядом, бледные, словно мертвецы, погребенные в темном скрипе, в положенном предчувствии приближающегося сна, их дыхание становилось все спокойнее. Оба они молчали. Первой шевельнулась женщина, протянув было снежную руку, она достала с консолей кровати графин, где поблескивала темно-красное вино, и виновато улыбнулась. «О, дорогой мой, я изнемогаю», — прошептала она, — «давайте выпьем марусельского вина. Право в ваш лаке оказался весьма предусмотрительным. Налить вам бокал». Мужчина что-то промормотал из глубины алькова, выражая, видимо, свое согласие. Дамы, с которой, казалось, уже вернулись в силу, напомнили нам два бокала и протянула один мужчине, осушила свой с ямным наслаждением. Вдруг Анжелика подумала, что и она бы не прочь сейчас лежать там, на этой постели, и замаковать жгучее вино юг. «Это горячительный напиток», — принц увлекнула в нее догадка. Сидеть на карнизе было очень удобно, но Анжелика, поглощенная сверцанием этой сцене, ничего не замечала. Теперь она видела женщину всю, улюбовалась в ее безукоризненной округлогрудью лиловатыми соскаками, изящной линией живота длинными скрещенными ногами. На подносе лежали фрукты. Женщина выбрала персик и надела в него свои зубки. «Черт побери, кто смеет мешать нам?» — скрипнул. Вдруг мужчина, легко перебрыгнув через свою любовницу, соскочил на пол. Анжелика не слышала стука в двери. Решив, что ее обнаружили, в смертельном страхе и прибежалась к Башенке. Когда она снова осмелилась заглянуть в окно, она увидела, что полк облачивался в широкий коричневый халат и перепоясился серебряным шнурком. Ему было лет 30. Лицо у него оказалось не такое красивое, как тело, потому что длинный нос и жесткий, хотя и плальный взгляд делали похожим на хищную птицу. «А я здесь, керцебийный депефор, крыльного повернулся к двери. Невзирая на грозное подобеждение, в дверях появился локий. Да простит меня его высочество, замок только что пришел монах и настоятельно просит свидание с его высочеством принцем Канде, маркиз Джаблиси, с чем необходимо незамелительно направить монаха к его светлости. «Пусть войдет!» — помолчал полукновкий принц. Он подошел к секретеру черного дерева, который стоял у окна, и открыл его. Локий взял в комнату новое действующее лицо монаха в сутане из капюшона. С поразительной гибкостью отвесив на ходу несколько поклонов, монах подошел к принцу. Он поднял голову, открыв свое смоклое лицо, и стремился на принца тем томный взгляд черных утрененных глаз. Появление духовного лица казалось ничуть не заметило женщину, лежащую на постели. Она продолжала обеспеченно есть персики и только накинула на бедра шаль. Принц, склонившись к секретеру, доставал из него большие конверты, запечатанные красным сургучом. Отец мой сказал, он не оборачиваясь. Вас прислал миссир Фуке. Да, лично он ваше весотчество. Монах добавил еще какую-то фразу на непонятном пеучем языке. Анжелика решила, что на итальянском. По-французски он говорил с легким акцентом, как-то по-детски пришептывая, что, впрочем, придавало его речь некоторой чаровании. Можно вполне обойтись и без пароля, сеньора Ксели, сказал Принц Канде. Я и так узнала вас по приметам по синему беднушку волгалки глаз. Значит, вы и есть самый искусный в Европе специалист в той трудной тонкой науке, как я. Ваше весотчество мне льстит. Я лишь улучшил кое-какие рецепты, доставившиеся мне наследства от флорентийских предков. Мой итальянца мастера на все руки воскликнул Принц Канде. Он разродился смехом, которое скорее напиминало ржанию. Но тут же его лицо снова приняло жесткое выражение. Эта вещь у вас с собой? Вот она. Капуцин вынул из своего широкого рукава резного ларица ценного дерева и приложил палец к какой-то заведушке. Вот смотрите, ваше весотчество. Надо только ногтем поддеть шею этого славного человечка до с голубкой на ладони. Крышка ларца отскочила. На атласной подушке поблескал стеклянный пузырек, наполненный жидкостью земрудного цвета. Принц Канде осторожно взял его в руки и посмотрел на свет. Римский купорос тихо, сказал отец Казели. Действует медленно, но наверняка. Я предпочел его салеме, которое приводит к скорой смерти. Всего через несколько часов. Из слов мессира Фукея понял, что вы лично ваше весотчество, как и ваши друзья, сочли бы нежелательно, чтобы у близких той особой возникли слишком определенные подозрения. А этот состав вызывает у интересующего нас лица недомогание, которое может продолжаться целую неделю. А смерть будет выглядеть вполне естественно. Ну, скажем, от воспаления желудка, из-за отлежавшейся дичи или любой другой несвежей пищи. И дурно было выпадать этой особе к столу в медине. Устрицы или еще какие-нибудь ракушки. Они иногда вызывают опасное для жизни отравление. Свалить на них, не знаю, на смерть это уже проще простого. Благодарю вас, отец Казели, за весьма ценные советы. Перед скандином Денис унял глаз с бледно-зеленого пузырька. И взгляд его горел с ненавистью. Анжелика почувствовала мучительное разочарование. Бог любви, спустившись на землю, утратил свою красоту и сейчас внушал ей страх. «Будьте осмотрительны, ваше высочество», — продолжал отец Казели. С этим ядом надо обращаться с крайней осторожностью. Когда я изготовлю его, я надеваю стеклянную маску. Достаточно одной капли попасть на кожу, к примеру, на руку, и она будет разъедать ее до тех пор, пока не ей сглушат совсем. Если вам не представится случай лично накапать это с надобью в еду, интересующую вас особо, то внушите слуге, которому это будет прочно, что он должен действовать аккуратно и умело. Мой локей, который вывел сюда заслуживать полного доверия, мне удалось сделать так, и это большая удача для меня, что особо, о которой идет речь, его не знает. И я думаю, что мне не составит труда приставить к ней эту слугу. Принц бросили насмешливый взгляд на низкорослого монаха. Я полагаю, синьор Экзели, что посвятив жизнь такого рода искусству, вы не слишком щепетильны. И тем не менее, что вы скажете, если я признаюсь вам, что я предназначен одному из ваших соотечественников? Итальянцу из Абурца. Там кингом Экзели растянулись улыбки, он снова поклонился. Я считаю своими сочетственниками только тех, кто умеет оценивать мои услуги по их действительной стоимости ваше высочество. Пока что миссер Фуке из Парижского парламента более щедр ко мне, не жили некий итальянец Абруц, который я тоже знаю. По комнате снова разнеслось ржание принца Ганде. Браво, прависсимо, синьор, люблю иметь его с такими людьми, как вы. Он осторожно положил пузырек в атласную подушечку, наступило молчание. Синьор Экзели с удовлетворением и даже, пожалуй, с известной долей тщеславия отбывался своим творением. Хочу добавить ваше высочество, что эта настойка хороша еще тем, что она не имеет запаха и почти безвкусна. Она не придет пищи, в которую ее добавляют никакого привкуса. И если даже данная персона будет особенно при дерчево кеде, то она не сможет лишь упрекнуть повар за испыток специи. Да, вы ценнейший человек, задумчиво проговорил принца немного нервозным жестом. Он взял с доски из секретаря запечатанные конверты. А вот, что я должен передать вам в обмен для мессира Буке. В этом конверте находится письмо Моргиза де Огенкура, это вот это письмо мессира де Шаро, Моргиза Дюблюсе, Моргизы Дюблюсе, Графини де Ришвиль, Керцогини де Бафор, Керцогини де Лоргвиль, Кви эти дамы менее ленивы или менее спидельны, чем мужчины. У меня пока еще нет письм мессира Дэна Мопрео, Маргиза де Греки и еще колокол. И ваше вам совершенно справедливо. Вот оно. Я только что его закончила и еще не поставила свои подписи. Не заблаговолит ли вашего сочетства оказать мне любезность и прочитать письмо, чтобы я мог проверить, правильно ли оно составлено? Мессира Фуке настаивает, чтобы письма были написаны согласно форме. Ну что ж. Еле заметно пожал плечами, сказал принц. Он взял руки листок и начал читать слово. Я, не заподписавшийся ледой, И второй предсказатель, Заверяю мессира Фуке, Что всегда буду уверен ему только никому другому, Буду подчиняться только ему никому другому, Не делая ни для кого исключения, Обязываюсь предоставлять его распоряжение, Мои города, укрепления и все прочее по первому его требованию. Залогом чему служит это письмо, которое написано и подписано собственноручно мной, По моей собственной воле, даже без каких-либо пожеланий с его стороны, Ибо он с доверием отнесся к моему слову, которое я ему дал. «Подпишите ваше высочество», — сказал отец Ксюли, И из-под капюшона блеснул его глаза. Кандэ поспешно, словно торопез покончится неприятным делом, Сходил в секретаре гусиное перо, Отточил его и поставил свою подпись под письмом. Монах тем временем зажег светильник, И спасал лучину от серебра. Принц растопил на огне красный воск, И запечатал послание. «Все остальные письма составлены по тому же укрытию, — Подписано закричу, — Думаю, ваш господин будет удовлетворен, И докажет нам это на деле. Можете не сомневаться в ваше высочество. Однако я не могу покинуть замок прежде, Чем получу в собственной руке остальные письма, На которые вы мне подали надежду. Вручаюсь вам один, Буду до меня, до полудня завтрашнего дня. В таком случае до тех пор я остаюсь под этой кровлей. Наш друг Маркистре в лесе Воспорядиться, что вы вас устроили на ночь, сеньора. Я просил проведите ее и в вашем прибытии. Но пока я думала, было бы благоразумнее Заперить письма в ловите секретаря, Которые я вам вручу. Замочек хорошо скрыт, И для них нет более надежного убежища Одни скромные глаза. Утрала, сеньора Кселе, Чем больше я слушаю вас, Тем больше убеждаюсь, Что заговоры своего рода искусства, Требующие опыта и практики. А я всего на всего воина, И не скрываю этого. Все тело Анжелики затекло от неудобной кузы, И она отступила по карнизу немного назад. В нее малькнула мысль, Что отец, пожалуй, ищет ее. Но она не решалась покинуть свой насест. В спальне при помощи слуг, Принц и его любовница Облачали свои пышные наряды. Слышен был лишь шелест шелка. До время от времени Проклятие его высочества Принц Канды не отличался терпеливостью. Отведя глаза От светлого Четырехугольника Раскрытого окна, Анжелика не могла Ничего разглядеть вокруг ее. Окружала густая ночь, Наполненная шепотом близкого леса, По которому гулял синий ветер. Она опять обернулась к окну И вдруг поняла, что комната пустая. Там по-трежнему горел ночник, Но теперь, как никогда, Все вновь дышало в ней тайной. Девочка осторожно подобралась к окну И скользнула в комнату. Аромат румян и духов здесь Как-то странно смешивался С благоуханием ночи, Запахом лесной сырости, Махаясь в белых каштанов. Анжелика сама еще Не вполне осознавала, Что собирается сделать. Ее могли застать здесь, Но это и не пугало ее. Это был всего лишь сон сказка. Такая же, как бедство в Америке, Безумная мадам из Монтулу В преступлении жили отверейцы. Проморно вытащив из кармана Халата небрежно брошенного На спинку ствола ключик, Она берла секретарь и достала ларец. Он оказался из сандалового дерева, И от него исходил резкий аромат. Заперев секретарь, И, ползав ключик на место, Анжелика, крепко прижимая к себе ларец, Снова вылезла на карниз. Ее вдруг охотила безудержное веселье. Она представляла себе, Какой лицо будет принц Фонде, Когда он обнаружит исчезновение яда И компрометирующих писем. Это же не воровство успокоило себя Анжелика. Просто надо предотвратить преступление. Она уже знала, где спрячет свою добычу. Четыре башенки, которые итальянский зодчий Возвел по углам изящного замка Депресси, Служили лишь украшением. Но у них на манер старинных крепостей Тоже были миниатюрные бойницы и маши-кули. Внутри башенки были полы, И в каждой имелось крохотное слуховое окошко. Анжелика засунула ловец в ближайшую к ней башенку. Кому придет голову искать его там? Затем она ловко проскользнула вдоль стены замка И спрыгнула на землю. И только тут почувствовала, Как заледенели ее босые ноги. Она надела свои потрапанные туфли И вернулась в замок.